Азербайджан Азербайджанских сухопутных подразделений, авиации, спецназа сопровождается массированными дипломатическими и информационными дезинформационными атаками. Литмотив 1, якобы в Арцахе, находятся военные ВС Армении, что является безусловной ложью. Последняя атака на Арцах была проверкой реакции международного сообщества на возможную попытку нового геноцида армян. Я специально не упоминанию нынешней власти Армении, поскольку кроме пустой болтовни и фальшивых стенаний о судьбе. Ничего конкретного эти власти делать не будут и не собираются делать. После вербального признания со стороны армянских властей Арцаха в рамках территориальной целостности Азербайджана, можно просто не обращать внимания на все слова армянского руководства. Они согласились сдать Арцах на растерзание турецко-азербайджанским убийцам, и сейчас под ширмой якобы борьбы за права и безопасность арцахцев всего лишь готовят красивую упаковку под этот процесс. Но более чем показательна настоящая реакция так называемого мирового сообщества, которое даже не соизволило хотя бы ради приличия пригрозить турецким и азербайджанским авторам геноцидального плана какими-либо санкциями. Блокада Арцаха удостаивается лишь призывами, резолюциями, заявлениями. Почему это так происходит? Или почему, например, на вашингтонских переговорах американцы восторженно зафиксировали прогресс, и это в условиях убийства в Арцахе армян прямо во время ведения переговоров? Ответ заключается в том, что условный Запад рассматривает все региональные процессы исключительно в контексте ослабления, выдворения из региона русских и иранцев. Посему уничтожение Арцаха турками со стороны того же Вашингтона или Брюсселя рассматривается, как может быть и жесткий, но в то же время соответствующий их планам сценарий. Ведь если не будет армян в Арцахе, то и смысл наличия российского военного присутствия в Арцахе автоматически отпадет. Но тут есть загвоздка. Арцахцы становиться материалом на убой не собираются, и российские миротворцы в данном случае тоже не будут сидеть и смотреть на масштабную военную акцию турецко-азербайджанских оккупационных войск. Тут даже уже вопрос не в Арцахе, а в глобальных перестановках в регионе. Так что нам нужно очень ясно понимать следующие реалии. Первое. Вооруженные силы Армении, ввиду проаз инфрастанской позиции, нынешних армянских властей не будут вмешиваться в военное противостояние в Арцахе. Второе. Армянские власти будут только ко делать вид, что крайне обеспокоены геноцидом в Арцахе, будут писать письма в ЕС, ООН, ОБСЕ и прочь. Но ничего реального предпринимать не будут. Третье. Арцах не сдаётся, и это, пожалуй, является самым сложным фактором, который влияет на обстановку. Четвёртое. Возможно, параллельно с атакой на Арцах, турецко-азербайджанский тандем попытается резко взвинтить ситуацию и у границ Армении, и тут сценариев тоже может быть несколько. Пятое. Биусловно, что ОО по периметру от Сюника и до Гигаркуника, Войоц, Дзора, Тавуша и Еревана. Арцах всего лишь начало, пишет он.